Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео начнется немного с необычного места. У нас город омывается с трех сторон морем. Полюбуйтесь, какая красота! В этом видео покажу вам автомобили, которые пришли к нам на продажу. Все автомобили у нас аукционные, все автомобили идут с хорошими оценками. По всем интересующим вопросам, что касается этих автомобилей, можете писать мне на WhatsApp. Номер сейчас видите вот тут вот. А я вам напоминаю, мы автомобили проверяем, комплектуем и автомобили отправляем. Вы можете заказать осмотр выбранного вами автомобиля. Автомобили выбирайте на сайте drom.ru. Также можем найти вам автомобиль. В общем, более подробная информация по телефону. Также мы можем привезти автомобиль с аукционов Японии. И да, это дешевле. Пишите мне на тот же номер. Не забываем про розыгрыш. Услуги подбора автомобиля на целый день. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, вы должны быть подписаны на этот канал, на мой резервный канал. Ссылочка, надеюсь, находится сейчас вот здесь наверху. Что означает целый день? Мы с вами встречаемся на авторынке «Зеленый угол». Выбираем вам автомобиль. Если не найдем его на рынке, будем ездить по городу Владивостоку, искать его в городе. В городе тоже хватает хороших автомобилей без пробега. Далеко ходить не нужно. Сейчас вам покажу на нашем примере, на наших автомобилях. Но сегодня только фиты. Итак, давайте, пожалуй, начнем. Ну а вы пока присаживайтесь поудобнее. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Также не забываем нажать на колокольчик, вот сюда вот дзынь, или вот сюда, чтобы не пропустить новое видео. Итак, погнали. Ну а начать, ребята, я хочу с фита в свежем кузове. Сначала немного вводных данных. Это компактный хэтчбэк Fit, и это четвертое поколение. Силуэт остался прежним. Спереди новые, более крупные фары со светодиодной начинкой. Автомобиль предлагается в разных версиях, которые отличаются по стилю и наполнению. Новый фит доступен с двигателем 1,3 литра, бензин и полуторалитровый мотор с гибридной установкой Е-ХЭФ. Всего у Honda Fit 5 комплектаций. Basic, Home, Nes, Crosstar, Lux. Базовая версия отличается спокойным дизайном, стальными дисками и скромная отделка салона с минимум деталей. О комплектациях более подробно поговорим в следующем видео. Стоит отметить, что внутреннему пространству разработчики постарались придать оптимальную компоновку, чтобы передние и задние пассажиры не чувствовали недостатка. Это очень важно. Недостатка пространства. Особое внимание заслуживает обзорность с места водителя. Наличие цифровой приборки с 7-дюймовым дисплеем. Из двух доступных силовых установок наибольшего интереса в Honda Fit заслуживает система Е-ХЭФ. Теперь так будут обозначаться гибриды, способные передвигаться полностью в электрическом режиме. Впервые на Honda гибридная система реализована с двумя электромоторами. По словам производителя, при городской эксплуатации автомобиль способен практически полностью обойтись без ДВС. Большинство поездок можно будет осуществлять на одном электричестве. Производительность бензинного агрегата 98 лошадиных сил, показатели электротяги 80 кВт. Привод у Honda Fit может быть передним или на все 4 колеса. Версия с 1,3 литровым мотором L13B, мощность 98 лошадиных сил. Новый Fit оборудованная система поддержки безопасного вождения Honda Sensing. Она работает с помощью широкоугольной камеры с увеличенным горизонтальным углом обзора, а также в сочетании с передними и задними сонарами. Снижая нагрузку на водителя, комплекс умеет распознавать разного рода опасности на дороге. А входящие в его состав ассистенты включают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, удержание автомобиля в полосе и так далее. Хэтчбэк оснащен системой передних и боковых подушек безопасности, шторками безопасности на обоих рядах. В арсенале полностью светодиодные фары, активные подголовники, крепление детских кресел и многое-многое другое. А теперь давайте рассмотрим его немного подробнее. Собственно, вот они наши светодиодные фары. Здесь у нас идет вот такая вот хромированная накладка, идут сонары. Также у нас установлены противотуманные фары на данном автомобиле. 2020 год, третий месяц. Красивый, такой насыщенный, знаете, бронзовый цвет. Рядочок бензобака реализован с левой стороны, немного непривычной для нас формы. Значит, по низу у автомобиля идут тоже хромированные накладки. Автомобиль оборудован системой бесключевого доступа в автомобиль. Также вот здесь вот идут у нас поворотники, повторители. Зеркала заднего вида, уши не в цвет кузова. Они, как видите, серенькие. Также установлены ветровики. На автомобиле установлены литые диски, штатные, хондовские. Резина 2020 года. Размер колес 185-55 на 16. Можно сказать, новая летняя резина. Итак, друзья мои, автомобиль 2020 год, третий месяц, 4,5 балла, пробег 12 тысяч. Автомобиль на продажу, стоимость автомобиля 1 миллион 350 тысяч рублей. Садняя часть автомобиля узнаваемая. Шильдик, метла, плавник, омыватель. Также идет накладка и 4 сонара. Дверца открывается посерединке. Установлена камера заднего вида. Ну и, собственно, само багажное отделение. Трансформация салона осталась такая же удобная. Задние сидения трансформируются вот таким вот образом. Что касается места, на втором ряду сидений. Здесь его хватает. Хватает даже по высоте. То есть головой, в принципе, я никуда не бьюсь. Дверная карта идет полностью пластик. Серая вставка, колонка. И есть у нас удобный подстаканник. Ну а теперь давайте присядем на место водителя. Посадка в автомобиль очень удобная. Несмотря на то, что я нахожусь в зимней куртке сидеть, в принципе, мне здесь довольно комфортно. Очень удобное рулевое колесо. Значит, а из оснащения это полный мультируль. То есть управление музыкой находится с левой стороны от водителя. Также есть барашек управления менюшкой. Дальше, с правой стороны у нас есть круиз-контроль. Круиз-контроль здесь идет адаптивный. Также имеется подогрев руля. Кнопка запуска двигателя находится с правой стороны. Торпеда идет пластик. На ощупь более-менее мягкий и идут кожаные вставки. С правой стороны находится кнопка включения-выключения. Сонар, корректор фар, обогрев лобового стекла. Ну и также по стандарту на дверной карте водителя управление всеми стеклоподъемниками. Далее, автомобиль идет на климат-контроле. Здесь установлен обычный магнитол. Газерс. С левой стороны находится лампочка. Посмотрите, прям вот какие японцы молодцы. Прям лампочку сделали, лампочку видно. Регулировка подсветки. Пробег на автомобиле 12 368 километров. Аукционного листа в автомобиле нет. Я его приложу. Далее, регулировка руля. Руль у нас регулируется по вылету. Японцы молодцы. Также он регулируется по высоте. То есть, каждый под себя может настроить так, как ему нужно. Есть у нас лифт сидений. Тоже очень удобная функция. Что вам еще здесь показать? Друзья мои, обратите внимание, есть зарядка. Первый автомобиль, где работает зарядка. Именно беспроводная. С правой стороны также у нас имеется USB-вход. Розетка на 12 вольт. Есть подогрев передних сидений. Кнопки включения находятся слева. Это у нас пассажир. И справа, соответственно, это идет водитель. Кнопка включения аварийной сигнализации. Здесь у нас имеется эко-режим, система i-stop, break-hold. Очень хорошая, удобная система. Мне нам нравится. Это помощь водителю. И электронный ручник. Посередине у нас бардачок. Маленький, но глубокий. Очень глубокий, но маленький бардачок. Также отделан кожей. И с левой стороны находится небольшой у нас столик. Наверное, телефончик сюда положить можно. Дальше. Солнцезащитные козырьки. Они идут с подсветкой. Девчонки будут рады обязательно. Диодная подсветка наверху. И японский глонасс. Вроде бы все вам рассказал про данный автомобиль. Пойдем смотреть следующий. Итак, 2020 год. Белый цвет. Кузов GR1. 4,5 балла. Б. Пробег 42 тысячи. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 250 тысяч рублей. Слишком много разговорствовать по данному автомобилю не будете? Не буду, то есть я. Не будете. Кому интересно, пишите мне ватсап. Дам более подробную информацию. Да, комплектация здесь идет попроще. Без литья. Летняя резина. Хорошая летняя резина 2020 года. Бесключевой доступ. Повторители. Сверху поплавничок. Сонары. Обратите внимание, да, здесь идет окантовочка. Вот он, родной аукционный лист. 42 тысячи пробег. 4,5 балла автомобиль. Машину не чистили. Машину не мыли. В таком состоянии автомобиль пришел с Японии. Вы знаете, я вам скажу даже больше. Вот этот автомобиль 1 миллион 220 тысяч рублей. Ну, а следующий малыш привезет с аукциона Японии с оценкой 4 балла. Джека 3 кузов. Это передний привод. Джель комплектация. Объем двигателя 1,3 литра. С пробегом, друзья, 52 тысячи километров. По стоимости автомобиль стоит 1 миллион. Если не изменяет память, 60 тысяч рублей. Да, 1 миллион 60 тысяч рублей. Автомобиль куплен на строгом хондовском аукционе. Хондовский аукцион. Это один из самых строгих аукционов. При покупке автомобиля, что на продажу, что для наших клиентов, для наших подписчиков, мы особое внимание уделяем именно ржавчине. Все вы знаете, что в Honda Fit есть у них больные места. Собственно, это я вам сейчас и покажу, продемонстрирую. И на этом автомобиле. Также у нас есть несколько автомобилей 4WD. На эти 4WD здесь, во Владивостоке, автомобиль не ржавый. Да, это возможно, но поверьте, поверьте, это очень сложно. Ну и, друзья, хотите такой же? Хотите заказать автомобиль с аукционов Японии? Да, это будет дешевле. Мой номер телефона указан под этим видео и в описании канала. Красивый, яркий, насыщенный вишневый цвет. Джель комплектация. Сзади дворник. Нештатное литье, модула. Размер колес 185,60 на 15. Резина 21 год. Ну, собственно, смотрим, подкапотное пространство. Прямо увеличено, вам показываю. Вот это больные места этих автомобилей. А если искать еще и водовый автомобиль, а если искать еще либо Фрид, либо Фрид Спайк, друзья, это капец. Это нечто. Туманки, повторители, бесключевой доступ. Обратите внимание, бесключевой доступ, да. Он идет кнопочный. Вот я вам только что показывал светлого фита, свежего фита. Он реализован. Кнопки нет, идут полоски. Чистейшее состояние салона. Посмотрите. Один миллион шестьдесят тысяч рублей. Джейль комплектации идет с бардачком. Также идет окантовка ковриков. Она идет не на всех. На джейлях она идет полный идет мультируль. Функция подключения телефона. Кнопка старт. Система айстоп. Двигатель 1,3 литра. Коробка передач. Вариатор. Газерс магнитола. Климат контроль идет на сенсоре. Пробег пятьдесят две тысячи. Следующий красавец, который я вам хочу представить, буду немного подсматривать. Итак, Джекад третий кузов. Это передний привод. Девятнадцатый год, седьмой месяц. Аукционная оценка. Четыре балла. Один и три. Мотор. Комплектация F. Стоимость 980 тысяч рублей. По кузову автомобиль целый. Есть окрас переднего левого крыла. Пробег на автомобиле 75 тысяч. Автомобиль идет на штатных дисках. На штамповках. Резина летняя. Колпаки лежат в салоне автомобиля. Тёмно-аккуратный салон. Комплектация F бардачка нет. Климат, сенсоры, климат. Все есть. Анти-юз, корректор фар, эко-режим. Мультируля нет, зато есть круиз-контроль. Пробег 75 тысяч. Переходим к следующему. Ребят, этот красавчик у нас идет 2019 года рождения. Седьмого месяца. Родился он с оценкой 4 балла. Точнее, не родился, а переродился в оценку 4 балла. Намотал он за свою жизнь 78 тысяч километров. Кузов, как говорится, за свою жизнь не бил, не красил. А продается он сейчас за 980 тысяч рублей. Все хожу, хожу. Водового найти не могу. Значит, то же самое. Автомобиль только с таможней, только пришел. Никто ничего не чистил. F-ка. 78 тысяч. Так, ну, глушить мы его сейчас не будем. Нужно мне его откатить. Резина лето, практически новая. Практичный серый цвет. Чистейшее багажное отделение. И даже есть подсветка в багажнике. Вот этот коричневый красавец на свет появился в 18-м году, 6-й месяц. Старичок он уже у нас. Садился он с передним приводом. Накатал он за свою жизнь 53 тысячи километров. Крашенных элементов нет. Продается с оценкой 3,5 балла. И отдается за 970 тысяч рублей. На заводе подшит черный салон. Установлены электрические стеклоподъемники. Также есть бесключевой доступ. Иногда даже мигают повторители. А стеклоподъемник водителя автоматический. Также с рождения укомплектована системой безопасности. Поэтому аварии не было. Кузов не крашеный. Музыка переключается. Телефон включается. В машине не курили. Это очень важно. Кстати, на светофорах еще останавливается двигатель. Посередине подсветка горит всегда. По передней части включается в ночное время. Хозяин был хороший. За автомобилем следил. Подкапотка вся блестит. Перед нами стоит еще один старичок. Давайте сильно в подробности вдаваться не будем. Да, потому что видео растянется. Будет большое. Длинное видео не особо интересно смотреть. Покажу вам еще одного старичка. Итак. GL комплектация. 2018 год. Девятый месяц. Аукционная оценка у него идет 4,5 балла. Кузов автомобиля идет целый. Пробег, друзья, на автомобиле. 26 тысяч километров. 4,5 балла. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 60 тысяч рублей. GL комплектация. Также в подарок идет японский регистратор. А самое-самое оставим на последнее. Это водовый фит. Покажу в каком он пришел состоянии. Автомобиль 4 ВД. Но не получилось. На потом рядом стоит два водовых автомобиля, два фита. Итак, GK 4 кузов. 1,3. 1,3. Пробег на данном автомобиле 64 тысячи километров. 980 тысяч рублей. Автомобиль 4 ВД. Второе идет. Второй фит у нас идет 4 ВД. Которого я хотел оставить напоследок. 2019 год, седьмой месяц. Пробег 80 тысяч. Если быть точнее, 79 тысяч. Аукционная оценка 4 балла. Кузов у нас идет целый. 990 тысяч рублей. Сейчас давайте его посмотрим более подробно. Да, ребят, сейчас автомобили будут приходить на зимней резине. Зимой приходят на лете, летом будут приходить на зиме. Практически новая зимняя резина. 2021 год. Это очень хорошая резина. Ну, в плане год хороший. Да, Данланд Винтер Макс. Итак, размер колес 185-60 на 15. Ну, описывать по кузову, что у него есть, чего у него нет. Думаю, смысла уже никакого нет. Покажу вам аукционный лист. 4 балла, 79 тысяч пробег. Значит, машину смотрю. Первый раз под низ автомобиля я не залазил. Но я больше чем уверен, что там все очень-очень даже хорошо. В принципе, я даже не сомневался. При покупке автомобиля на аукционе, особенно автомобиле 4WD, уделяйте особое внимание ржавчине на автомобиле. Можно купить автомобиль, и придет он прям ржавенький. Сейчас Раша ищем. Раш, Дай Ха Цу Бегу. Не можем купить. Машины бальные, бальные. Посмотрите, вот обратите внимание, вот эти места, швы, планка. Здесь генератор, хомутики, болтики. Трубочка вот эта вот, смотрите. В общем, уже нормально так. Не можем купить Раша, да. По времени еще я хочу отметить то, что аукционная оценка. Аукционная оценка на ржавчин, она не влияет. Машина может быть 3 балла, придет ржавая. Машина может быть 4 балла, тоже автомобиль придет ржавый.